Периодический перегрев или переохлаждение могут привести к ослаблению сопротивляемости детского организма инфекциям, что в первую очередь отражается на лор-органах, а хронические лор-заболевания негативно сказываются на здоровье ребенка в целом. Здравствуйте, с вами семейный доктор и я Елена Вишнева. О диагностике, лечении и профилактике лор-заболевания носа у детей мы будем говорить сегодня с врачом от Арина Ларингологом Марии Зулинской. Добрый день. Здравствуйте. Мария Евгеньевна, почему именно нос становится первой мишенью для простудных и вирусных заболеваний? Нос – это первое звено в системе дыхания, то есть именно через нос мы вдыхаем воздух, и он поэтому является самым страдающим при ОРЗ и ОРВИ. Влияет ли форма носа или другие особенности ребенка на частоту заболевания? На частоту заболевания, конечно, особенности, анатомические особенности носа влияют, это может быть искривление носовой перегородки, в том числе и у маленьких детей. Это может быть, во-первых, основное это состояние аденоидной ткани носоглотки влияет. Это состояние слизистой полости носа, то есть, допустим, пациенты, длительно использующие сосудосуживающие капли, они больше подвержены риску заболеть. Каким осложнениям может привести банальный насморк? Обычный насморк длится у нас в течение 7-10 дней. Обычные ОРЗ, ОРВИ и так далее. Осложнения наши развиваются на 7-6 сутки, то есть это вновь ухудшается состояние ребенка, и это повод обратиться к лор-врачу. Насморк сам по себе не представляет особой опасности для организма человека. Естественно, если его вовремя и правильно лечить. Но если лечение Ренита отсутствует или проведено не полностью, то возможно развитие самых разнообразных осложнений. Осложнения банального насморка в основном это переход его в острые синуситы, гаймориты, фронтиты, атмоидиты и все возможные их сочетания друг с другом. Осложнения насморка не возникают в одну минуту. Им предшествует изменение в состоянии ребенка, которые обязательно должны насторожить родителей. Во-первых, у ребенка не спадает температура. Температура может быть и высокой, но 37,5, температуру тоже надо призадуматься и начинать бить тревогу. Ребенок вялый, ребенок без аппетита, ребенок сонливый постоянно. Возможно, отекает глаз. Это частое осложнение гайморита, особенно у детей. Это отек верхнего века. В непосредственной близости к гайморовым пазухам расположены глаз, глазной нерв и кровеносные сосуды. Поэтому именно туда, особенно у маленьких детей, часто идет воспаление. Кириллу 8 месяцев. Совсем недавно насморк был для него серьезной проблемой. Началось все с банального насморка. Казалось бы, ничего такого. Вызвали педиатра, сделали все лечение, которое нам было выписано. Насморк не проходил. Начался гной из глаза. Глаз просто с каждым часом начал отекать все больше и больше. Так что насморк нельзя затягивать. Нужно обращаться к врачам, лечиться, чтобы не повторять наших ошибок. Все было очень страшно. Не дай бог кому-то такое пережить. Осложнения насморка, как правило, легко поддаются лечению. Однако есть два условия. Это своевременное обращение за помощью и отсутствие самолечения. Есть категория детей, которые на себе испытала все возможные иммуномодуляторы, все спектры антибиотиков. Лечить таких детей сложнее. В плане почему? Потому что их местный иммунитет страдает от всевозможных иммуномодуляторов, которые давали им родители самостоятельно, без назначения врача. Также тяжело подобрать им антибактериальную терапию. Одним из наиболее опасных осложнений геморрита является менингит. Это воспаление мягких оболочек головного и спинного мозга. Последствием же любого из вышеперечисленных заболеваний может стать заражение крови – сепсис. Это уже угрожаемое жизнесостояние. Поэтому даже банальный насморк необходимо вовремя и грамотно лечить. Дети очень любознательны. Поэтому бывают случаи, когда ребенок заталкивает в нос какие-то посторонние предметы. Как вести себя взрослым, которые столкнулись с такой ситуацией? Ежедневно бывает от 4 до 8, а иногда и больше, человек с инородными телами не только носа, но и других лорорганов, ушей, глотки, к сожалению, трахеи, бронхов и пищевода. Основная причина этих инородных тел – не любознательность детей, а безнадзорность детей. Дети оставлены без присмотра только тогда это происходит. У нас родители как-то очень легко относятся к этой проблеме инородного тела. У нас иногда поступают дети, которые от 3 до недели находятся с инородными телами. Родители совершенно не обращают на это внимания, либо считают, что это какая-то легкая проблема, которая не стоит внимания. И поступают они уже сюда с осложнениями. Вторая группа, ну скажем так, тоже детей, поскольку дети у нас до 18, у нас она появилась не так давно, это дети, которые используют внутриушные вкладыши, наушники для сдачи экзаменов, которые самостоятельно потом удалить не могут. Если в любом возрасте у своего ребенка вы обнаружили инородное тело, это повод немедленно вызвать скорую помощь и обратиться в заспециализированную лоропомощь. Немного отвлечемся от нашей темы и повысим правовую грамотность. Наш эксперт расскажет, куда обратиться за медицинской помощью, если вы находитесь в другом регионе. Если человек оказался за пределами региона своего проживания, ему понадобилась медицинская помощь, он может обратиться в поликлинику, в ближайшую поликлинику, написать заявление на имя руководителя, для того, чтобы его прикрепили к этой медицинской организации на период его пребывания. Если необходима плановая госпитализация, то человек ее получит по направлению лечащего врача. Возвращаемся к теме лор-заболевания у детей. Мария Евгеньевна, есть ли у лор-врача совет, как избежать частого насморка у ребенка? Профилактика всех насморков и, как и любых урозы вирусов, я все-таки считаю, что она должна быть традиционной. Это сокаливание, это свежий воздух, это вакцинация своевременная. Для лор-врачей важны антибактериальные вакцины, то есть это пневмо-23, либо привинар, и вакцина от гемофильной инфекции. Спасибо, Мария Евгеньевна. Я очень рада, что я была полезна. Еще бы мне хотелось сказать, чтобы вот эта зима принесла вам только здоровье, потому что зима – это прекрасное время года для закаливания. А сейчас время медицинских новостей от Ольги Калачевой. Алтайские онкологи освоили современную малотравматичную методику удаления метастазов из печени. Раньше поврежденную часть органа они всегда удаляли хирургически, что приводило к развитию печеночной недостаточности и, как следствие, иногда к гибели пациента. Новую методику врачи начали применять с августа этого года. Уже прооперировано 20 больных. А всего в таких операциях нуждается несколько сотен жителей края. В крае наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. На сегодняшний день эпидпорог превышен на 2%. Случаев гриппа пока нет. В основном болеют дети до школьного возраста. Пик заболеваемости эпидемиологи прогнозируют на середину либо конец января. Многие ли из родителей могут часто брать больничный лист? Думаю, что большинство ответит отрицательно. Но когда ребенок начинает ходить в детский сад, без простуд и других неприятностей со здоровьем, кажется, не обойтись. Или есть выход? Давайте посмотрим. Люба относится к той счастливой категории детей, которые с легкостью ходят в садик. Но, увы, ей часто приходилось сидеть дома из-за простуд и вирусных инфекций. Год назад Любаша перенесла тяжелую инфекцию. И нам даже пришлось лежать в больнице. На полгода нам врачи порекомендовали отказаться от посещения детского сада и избегать любых простудных заболеваний. Поэтому мы активно занимаемся профилактикой простудных заболеваний и используем унилор. Три лечебных фактора устройства унилор-01. Это магнитное поле, световое излучение и тепло. Помогают в борьбе практически со всеми унилор-заболеваниями. Оно успешно применяется при насморке, гайморите, ангине, фронтите. А если проводить профилактические прогревания, то можно получить надежную защиту от сезонных эпидемий гриппа, ОРВИ, ОРЗ. Приобретайте устройство унилор-01 в магазине медикамаркет.ру. А также узнавайте по телефону горячей линии. На сегодня это все. Встретимся на следующей неделе. Берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова